Страдания и чудеса святых мучеников Бориса и Греба, князей русских, род праведных вовеки в благословении будет. Святой Владимир, сын Святослава, внук Игоря, просветивший святых крещений всю землю русскую, имел двенадцать сыновей, не от одной жены, но от разных. Старшим сыном был его Вышеслав, вторым Изяслав, а третьим Святополк, который придумал злое убийство братьев своих. Мать Святополка, гречанка, была прежде монахинью. Брат Владимира Ярополк, приюченный ее красотою, растрих ее и женился на ней. Владимир тогда еще язычник, убил Ярополка и взял его жену себе в замужество. От неято и родился Святополк окаянный, и не любил его Владимир. У Владимира были еще сыновья, от Рогнеды четверо, Исослав, Мстислав, Ярослав и Всеволоды, от Чехии Вышеслав, от иной жены Святослав и Мстислав, а от болгарини Борис и Хлеб. И посадил их отец на княжение по разным землям. Святополка в Пинске, Ярослава в Новгороде, Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме. Когда уже прошло двадцать восемь лет во святом крещении, постиг Владимира злой недуг. В это время к отцу прибыл Борис из Ростова. Печенеги шли ратью на Русь, и Владимир был в великой печали, потому что не имел сил выступить против безбожных. Озабоченный сим призвал он Бориса, которому во святом крещении было нарочено имя Роман, отец дал Борису блаженному и скоропослушливому много воинов и послал его против безбожных печенегов. С радостью пошел Борис, сказав отцу, — Вот я пред тобой готов сотворить, что требует воля сердца твоего. О сих сказано в притчах, — Сын бых отцу послушливый и любимый пред лицем матери. Но не нашел Борис супостатов своих. На возвратном пути к нему прибыл вестник и сказал, что отец его Владимир, нареченный во святом крещении Василий, умер. А святополк утаил смерть отца, ночью разобрал пол палат в селе Берестовом, обернул тело усопшему в ковер, спустил его на веревках, отвез на санях в церковь святые Богородицы и поставил там. Вот это было все сделано тайно. Услышав сие, Борис ослаб телом. Все лице его облилось слезами, и он не мог говорить. Но в сердце так плакался по отце своем. Увы мне, свете очей моих, сияние и заря лица моего, воспитатель юности моей, наказание неразумия моего. Увы мне, отец и господин мой, кому я прибегну, на кого я посмотрю, где я насыщусь благовоучения и наказание твоего разума. Увы мне, увы мне. Закатилось солнце мое, а я не был тут, не мог сам облюнчить честное тело твое и предать гробу твоими руками. Не переносил я твоего прекрасного и мужественного тела, не сподобился поцеловать твоих седин. О блаженный мой, помяни меня в месте твоего упокоения. Сердце у меня горит, смущается у меня разум. Не знаю я, к кому обратиться и поведать мою горькую печаль. Если к брату, которого я имел бы вместо отца, то тот, кажется, думает о суете мирской и о моем убиении, если же он решится на мое убиение, то я буду мученник Господу моему, но не противлюсь, ибо пишется, где гордым противится, смиренным же дает благодать. Апостол говорит, аще кто речет, яко любит Бога, а брата своего ненавидит, лож есть. И еще страха несть в любви, но совершенно любы. Вон изгоняет страх. Но что мне сказать и что сотворить? Пойду я к брату своему и скажу, ты мне будь отцем, ты мне брат старший, что мне велишь, господин мой? Так, помышляя в уме своем, пошел Борис к брату своему и говорил в душе, там узрю в лице брата моего меньшего хлеба, как Иосиф Пениамина, воля твоя да будет, Господи мой. И думал Борис, если я пойду в дом отца моего, то многие обратят мое сердце к мысли изгнать брата моего, как это сделал отец мой прежде святого крещения ради славы и княжения мира сего. А это все мимолетно, тленно и ничтожно, не паутины. Если же решусь на сие, то куда мне идти? Что со мной будет, какой ответ дам я тогда? Где скоро множество греха моего? Что приобрели братья отца моего и отец мой, где их жизнь и слава брашна, быстрые высокие кони и менее многое, дани и почет, без числа и гордость своими боярами. Уже все сие как бы никогда не существовало, все исчезло вместе с ними. И нет им помощи ни от кого, ни от имения, ни от многочисленных рабов, ни от славы мира сего. Вот и Соломон все испытал, все видел, все приобрел и, рассмотрев все, сказал. Вся, все суета, в суетстве всяческая суета. Помощь только от добрых дел, от правоверия и от нелицемерной любви. Идя своим путем, помышлял Борис о красоте и силе тела своего. И горько плакал. Хотел удержаться от слез, но не мог. И все, видя его в слезах, плакались о его благородной красоте и добром разуме. И каждый горевал в душе. Всех смутила его печаль. И кто мог не заплакать, предчувствуя смерть Бориса, видя его унылое лицо и его скорбь. Ибо был блаженный князь, правдив, щедрый, тих, кроток и смиренен. Всех миловал и всем помогал. Но святого Бориса укрепляла мысль о том, что если его брат по научению злых людей убьет его, то он будет мучеником, и Господь примет дух его. Он забыл смертную скорбь, утешая свое сердце словами Божьими, и же погубит душу свою. Меня ради и Евангелия той спасет ее, и в жизни вечной сохранит ее. И шел Борис, с радостным сердцем говоря. — Не презри при милости вы, Господи, меня уповающего на Тебя, но спаси душу мою. Святополк же воссел на отеческий княжий стол в Киеве, призвал киевлян, раздал им многие дары и отпустил их, затем послал к Борису с такими словами. — Брат, я хочу с тобою жить в любви и увеличу твою часть в отчем наследии. В этих словах было лесть, а не истина. Святополк тайно ночью в Выжворот призвал Пудшу и вышегородских мужей и сказал им. — Скажите мне по правде, имеете ли вы ко мне приязнь? Пудшу сказал. — Все мы готовы за тебя головы свои положить. Исконный ненавистник добрых людей, дьявол, видя, что святой Борис возложил всю надежду на Бога, стал сильнее воздействовать на Святополка, который, подобно Каину, горелой в нем врата убийства, задумав избить всех наследников отца своего и одному принять власть его. Окаянный проклятый святополк, советник всякого зла и начальник всякой неправды, снова призвал к себе вышегородских мужей, отверз свои мерзкие уста и спустил свой злой глаз и сказал людям Пудши. Если вы обещаете положить за меня головы, идите, тайно, братья мои, найдите брата моего Бориса и, улучив время, убейте его. И обещались они Святополку так сотворить. О таких людях сказал пророк. Скоро суть, пролиять и кровь без правды. Сие обещаются крови и собирают себе злая, их пути и суть беззаконие, несчастьем во свою душу объемлют. Блаженный Борис на возвратном пути встал на реке Альте в шатрах и сказала ему дружина его, — Иди и сядь на княжеском столе отца своего, ибо все воины находятся у тебя. Он же отвечал им, — Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца. Услышав сие, воины ушли от Бориса, и он остался только с отроками своими. Был тогда день субботний. Удрученный печалью вошел он в шостер свой и со словами жалобно возвал, со слезами. Слез моих не приозрев, ладыка, уповаю на тебя, что примужели с твоими рабами, со всеми святыми твоими, ибо ты, Бог, милостивый, и тебе славу воссылаем вовеки. Аминь. Говоря это, он помышлял о мучении и страдании святого Никиты и святого Вячеслава, думая, что будет убит, подобно всему князю. И о том, как святая Варвара была убита родным отцом, пришло ему на память. Слово премудрого Соломона. Праведницы вовеки живут, и в Господем сдай их, и попечение их у Вышнего. Всем лишь словам он утешался и радовался. Наступил вечер, и святой Борис велел служить вечернюю, а сам вошел в шатер и стал творить молитву, и вечернюю со слезами горькими и частыми вздыханием и истинанием многим. Потом лег и уснул, и был его сон полон многими думами и глубокой страшной печалью, о том, как ему предаться на страдания. В течение скончать и веру соблюсти, чтобы принять от руки Вседержителя уготованный венец. Проснувшись рано, он увидел, что уже время было утренней. Было же тогда святое воскресенье. И сказал он пресвитеру своему, — Восстань и начни утреннюю. Сам же обув ноги, умыл лицо и начал молиться Господу Богу. Посланные святополком пришли на Альту ночью, приблизились и услышали голос блаженного страстотерпца, поющего псалмы, положенные на утренне. Уже дошла до святого весть о предстоящем убиении, и он пел, — Господи, чтося умножиши стужающе ми, мнози восстают на мя и прочие псалмы. Затем он стал петь, — Абыдоши мя псимнози, и юнцы тучни удержаши мя. Потом, — Господи, Боже мой, на тя упалах, спаси мя. После сего пел канон. Окончив утреннюю, святый Борис стал молиться пред иконою Господа, говоря, — Господи Иисусе Христе, ты явился сим образом на земле, изволил добровольно взойти на крест и принял страдания за наши грехи, с подоби и меня пострадать. И, услышав сильный топот около шатра, святой Борис затрепетал, залился слезами и сказал, — Слава Тебе, Господи, что во свете тем сподобил меня принять горку и смерти за зависть и пострадать за любовь и слово Твое. Ибо я не хотел искать княжения себе, ни в чем я не поступал самовольно, по слову апостола. Любый долго терпит, всему веру имеет имлет и не ищет своих си. И ища страха несть в любви, но совершенно любый вгон изгоняет страх. В твоих руках, владыка душа моя, не забыл я заповеди твоей. Что Господу угодно, пусть так и будет. Священники отрок слова святого Бориса, увидя господина своего ослабевшим и одержимым печалью, горько заплакали и сказали, — Милый Господин наш дорогой, какой благодать исподобился ты, ибо не захотел противиться брату своего ради любви Христовой, хоть и много воинов имел ты у себя. Так говорили они с умилением. Тут они увидели бегущий к шатру блеск их оружия и обнаженные их мечи. Без милости было пронзено честное тело святого блаженного страстотерпца Христова Бориса. Его проткнули копьями путша и талец и елович-ляшка. Видя сие, отрок святого Бориса бросился на тело его и сказал, — Не оставлю тебя, господин мой дорогой, и где увяла красота тела твоего, тут и я пусть буду сподоблен окончить свою жизнь с тобою. Был же он родом венгерец, звали его Георгий, святый Борис возложил на него золотую гривну и был он любим князем безмерно. Тут пронзили и отрока. Раненый святой Борис в испуге выбежал из шатра, и стали говорить окружившие его, — Что стоите и смотрите? Покончим приказанное нам. Слыша сие, блаженный начал умолять и упрашивать их, говоря, — Братья мои милые и любимые, погодите немного, дайте мне помолиться Богу моему. И, возрев на небо со слезами, горько он вздохнул и стал молиться. Господи Божий милостивый, слава тебе, ибо сподобил меня от прельщения жития сего. Слава тебе, прищедрый податель жизни, сподобивший меня страдания святых твоих мучеников. Слава тебе, владыка человеколюбец, исполнивший желание сердца моего. Слава тебе, Христе, милосердию твоему, ибо ты направил на правый мирный путь ноги моей идти к тебе без соблазна. Призрец высоты святости твоей, посмотри на сердечное мое страдание, которое я принял от своего сродника, ибо ради тебя умерщвляют меня сегодня. Они, как агонца, пожирают меня. Знаешь, Господи, знаешь, что я не противлюсь, не возражаю, ибо в своих руках всех воинов, отца своего и всех его любимцев я не помыслил ничего злого сотворить брату моему. Он же всеми силами воздвигся против меня. Если бы меня оскорблял враг, я бы перенес, если бы ненавидящий уничижил меня, я бы укрылся. Но ты, Господи, смотри и рассуди меня с братом моим, и не поставь ему в вину грехам из сего, но приими с миром душу мою. Аминь. Затем, обратив к убийцам истомленное лицо свое и, воздрев на них умиленными очами, заливаясь слезами, сказал. — Братья, приступите и окончите повеленное вам, и да будет мир брату моему, и вам, братья. Все, кто слышал слова святого, не могли говорить от страха, горькой печали и многих слез. С горьким воздыханием, жалостно, все плакали, и каждый думал. Увы мне, князь мой милый, дорогой, блаженный, водитель слепым, одежды нагим, жезл старости, наука ненаученным. Кто сие исправит? Как удивительно, что ты не захотел славы мира сего и величия не захотел. Не захотел бы среди честных вельмож. Кто не удивится великому его смирению? Кто не смирится, видя и слыша его смирение? Посланные святополком избили им многих отроков, не смогли снять гривны, отсекли ему голову и отбросили ее, так что и после не могли узнать тело его. Блаженного Бориса они обернули шатром и, положивши на повозку, повезли. Когда доехали до леса, святый Борис стал клонить голову. Узнав о семь святополк, послал двух парягов, и те пронзили мечом сердце мученика. И тотчас святой скончался, придав душу в руки Божьего, месяце июля, двадцать четвертый день по старому стилю, по-новому шестого августа. Тело его тайно принесли в Ишгород, положили у церкви святого Василия и в земле погребли его. Так святый Борис, прияв венец от Христа Бога, был сопричтен с праведными и водворился с пророками, апостолами и с ликами мученическими, почивая на лоне Авраама, видя неизреченную радость, воспевая с ангелами, веселясь в лики святых. Окаянные же убийцы пришли к святополку и беззаконные, как бы считали себя достойными похвалы. Такими слугами бесы бывают, ибо бесы, посылаемыми, бывают на зло, а ангелы – на добро. Ангел человеку зла не сотворяет, но всегда думает о благе его. Он помогает христианам и защищает их от супротивного дьявола. Бесы же всегда на злое ловят, всегда завидуя человеку, ибо видят, что он любим Богом. Завидуя человеку, бесы стремятся ему сделать зло. Господь сказал, кто прийстит Ахава? А бес ответил – вот я иду. Злой же человек, стремящийся ко злу, не уступает во зле бесу. Бесы человека боятся, а злой человек Бога не боится и не стыдится людей. Бесы креста Господня боятся, а злой человек даже и креста не боится. Вот им и сказал пророк Давид. А еще воистину упа правду глаголят. Правое судите, сынови человечестве, ибо в сердце беззаконие делаете на земли, неправду руки ваши сплетают. Очуждишася грешницей, о ложе сне, заблудиша от чрева глаголаша лжу, ярость их по подобию измерению. Не остановился на всем убийстве окаянный святополк, но по неистовству стал стремиться к большему. Увидев исполнение желания сердца своего, он задумался над таким злым убийством и над соблазном своим и нисколько не почувствовал раскаяния. Вошел в сердце его сатана и стала его подстрекать к большому, худшему преступлению, его злая воля, к дальнейшему убийству. И думал окаянный, что мне делать, если я остановлюсь на всем убийстве, то ожидает меня двоякое зло, услышат о совершенном мои братья и скоро воздадут мне хуже совершенного. А если не совершать сего, то изгонят меня. И буду я чужд престола отца моего и загложит в меня сожаление о земле моей. Враги мои будут поносить меня, мое княжение получит другое, и в домах моих не будет живущего. Ибо я подверг гонению возлюбленного Господом и болезнь увеличил раной. Посему приложу беззаконие к беззаконию. Грех моей матери не очистится. Я все равно не буду написан справедными. Так уж пусть я буду изглажен из книги живота. Замыслив это в уме своем, сей злой друг дьявола послал сказать блаженному Глебу. — Иди скорей! Отец очень нездоров и зовет тебя. Хлеб тотчас сел на коня и с малой дружиной помчался на зов. Когда он доехал до Волги и в устье тьмы реки, на поле споткнулся под ним конь в канаву и повредил себе ногу. Затем прибыл к Смоленску и, отойдя от Смоленска невдалеке, остановился на реке Смядине в лодке. В это время пришла от предславы к Ярославу весть о смерти отца. Ярослав же послал Глебу со словами. — Не ходи, брат, отец у тебя умер, а брат твой убит святополком. Услышав сие, блаженный запечалился, горько зарыдал и сказал. — Увы мне, господин мой, двумя плачами я плачу, я седую двумя седованиями. Увы мне, увы мне, плачу я об отце, плачу больше в отчаянии по тебе, брат и господин мой Борис. Как пронзили тебя, как ты без милости был предан смерти и не от врага, но от своего брата приял гибель, увы мне. Лучше бы мне умереть с тобой, нежели жить всем жить и одному, осиротевшему от тебя. Я думал увидеть твое ангельское лицо, и вот какое горе постигло меня. Лучше я не желал бы умереть с тобою, господин мой. А теперь что делать мне, умеренному и скорбящему о твоей красоте и о глубоком разуме отца моего? О, милый мой брат и господин мой, если ты получил дезновение у Бога, моли о мне внылом, чтобы и я сподоблен был ту же смерть приять и жить с тобою, а не в свете всем полном прельщении. Когда святой Глеб так стенал, упражняя слезами землю и с воздыханием часто прозывал Бога, внезапно пришли посланные святополком злые его слуги, всемилостивые кровопийцы, братоненавистники лютые, имеющие смиренную душу, свирепую душу. Святый плыл в лодке, и они встретили его в устье с медыней. Увидя их, он возрадовался душею, а они омрачились и стали плыть к нему. Святый же ожидал принять от них целование. Когда лодки поравняли, злодеи схватили лодку князя за уключины, подтянули к себе и стали скакать в нее, имея в руках обнаженные мечи, блиставшие, как вода. Тотчас у Гребцов выпали из рук весла, и все помертвели от страха. Блаженный, видя, что его хотят убить, взглянул на злодея его умиленными очами, и сокрушенным сердцем, смиренным разумом и частым воздыханием, заливаясь слезами и слабея телом, сказал жалобно и стал жалобно молить их. Не троньте меня, братья мои милые и дорогие, не троньте меня, я не сделал вам ничего дурного, не троньте меня, братья милые и господа мои, не стерегите меня. Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и господа мои? Если и есть обида, то ведите меня к князю вашему, а к моему брату и господину. Пощадите юность мою, помилуйте меня, господа мои, будьте мне господами, а я ваш раб. Не пожните меня, еще не созрелого, но пожните колоса, колоса еще не воспевшего, но еще полного молоком беззлобия. Не срезайте лозы, еще не возросшие, но имеющие уже плод. Прошу вас и умоляю, убойтеся, сказавшего устами апостолов, не дети, бывайте умы, во злобою младенствуйте. Это не убийство, но сырорезанье. Докажите мне, что злоба сделал я. И не пожалею, если кровью моей вы хотите насытиться. Я уже в руках у вас, братья, и в руках брата моего, вашего князя. Но убийц, но убийц не устыдило ни одно слово. И они не изменили своего замысла. Как свирепые звери напали они на святого и так схватили его, он же, видя, что они не внимают словам его, стал говорить. Будь спасен, милый мой отец и господин Василий. Будь спасена мать, госпожа моя. Будьте спасены, брат Борис, старейшина юности моей, брат Ярослав мой помощник. Будь спасены ты, брат и враг, святополк. И вы, все братья и дружина, уже мне не увидеть вас в житии всем, ибо насильно разлучают меня с вами. И говорил он со слезами. Василий, Василий, отец мой, преклони слух твой и услышь голос мой. Погляди, что случилось с сыном твоим, как без вины заколают меня. Увы мне, увы мне, слушай небо и внемли земля. И ты, Борис, брат, услышь голос мой. Я призывал отца моего Василия, но он не послушал меня. Неужели и ты не хочешь меня услышать? Погляди на скорбь сердца моего и на рану души моей, на мои слезы, бегущие подобно реке. Никто мне не внемлет, но ты помяни меня и помолись обо мне, общему всех владыке, так как ты имеешь дерзновение и предстоишь престолу его. Преклонив колено, стал он так молиться. Прещедрый, примилостивый Господь, не презри слез моих, но с жалостью посмотри на сокрушение сердца моего. Вот я за Калаем. Во что? Но за что? И за какую обиду? Я не знаю, ты знаешь, Господи, Господи мой. Я ведь знаю, что ты сказал своим апостолам. Яко за имя мое возложит на вы руки и преданы будете родом, и други, и брат брата предаст на смерть, и умертвит вы имени моего ради. И еще терпение вашем стяжите души ваши. Смотри, Господи, и суди. Вот готова душа моя перед тобою. Господи, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Затем взглянул на убийцу, сказал им тихим голосом, приступайте уже и кончайте то, на чем вы посланы. Тогда окаянный Горя-Сер велел его тотчас зарезать. Старший повар Глеба именем Торчин обнажил нож свой, встал на колени, взял Святого Глеба за голову и перерезал горло блаженному, как незлобному анцу. Сие было месяц сентября в пятое число по старому стилю, в понедельник. И пронеслась Господу жертва чистая, святая и благовонная, и взошла в небесные обители к Богу. И узрел святый желанного брата, и оба они восприяли венцы небесные, которым так желали, и возрадовались радостью неизреченную, которую достигли братолюбием своим, все, что добро или красно, но ежи жити братьи вкупе. Окаянные те убийцы возвратились к посланному их, как сказал пророк Давид, да возвратятся грешницы в Бааде, все языцы, забывающие Бога. И ища меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, заклати правые сердцем, меч их, да гнидит в сердце их, и луци их, да сокрушатся, як у грешницы погибнут, исчезающие, як адым исчезоши. И сказали они святополку, сотворили мы поверенное тобою. Услышав это, он вознесся сердцем и сбылось сказанное псалмопевцем Давидом, что хвалишься во злобе сильнее, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой. Вознесл еси злобу паче благостыни, неправду ниже глаголы ти правду. Возлюбил еси все глаголы потопные, язык рстив, всего ради Бог разрешит тебя до конца, восторгнется и приселиться от селения твоего и корень твой от земли живых. Как сказал и Соломон, а с вашей погибли, посмеюся, порадуйся же, когда приедет к вам пагуба, тем же снидать своих путей плоды и своего нечестия насытиться. Когда святой Греб был убит, тело его бросили в пустынном месте между двух колод. Но Господь никогда не оставляет своих рабов, как сказал Давид. Храните Господа вся кость их, не едино от них сокрушится. И вот, когда тело святого долго лежало на пустыре, Господь не оставил его пребывать в неведении и небрежении, но показывал сие место то свящей горящей, то прохожие купцы, охотники и пастухи слышали пение ангельское. Но не слышавшим, не видевшим сие, не пришло на мысль поискать тело святого, пока Ярослав, возмущенный сам убийством, не пошел войною на братоубийцу окаянного святополка, которого, прияв многобранного труда, победил при помощи Божией и поспешении святых князей-мучеников. Так был посрамлен и побежден нечестивый. Убив своих братьев, святополк стал княжить в Киеве. Ярослав же еще не знал о смерти отца. У Ярослава было много варягов, которые творили насилие. Новгородцам и их женам жители Новгорода возмутились и избили варягов во дворе парамона. Тогда Ярослав разгневался и со словами «Уже мне убитых не воскресить» с княжеского судилища во дворе послать со знатными новгородцами, которые зарубили варягов, и, обманув, перебил их. В ту же ночь пришла к нему весть из Киева от сестры его предславы. Отец у тебя умер, святополк княжит в Киеве. Убил он Бориса и на хлеба послал убийц. Берегись его. Услышав сие, Ярослав загрустил об отце, братья и дружине. На другой день он собрал остальных новгородцев и сказал «Милая моя дружина, вчера я перебил ее, а ныне они мне пригодились бы». Утер он слезы и сказал новгородцам на вече «Отец мой умер», а святополк сидит в Киеве, побивая своих братьев. И сказали ему новгородцы «Хоть я перебил, хоть и перебил ты наших братьев, но мы можем бороться за тебя». Собрав в варяг тысячу, да других воинов сорок тысяч, Ярослав призвал Бога на помощь и пошел на святополка . Не я начал избивать братьев, но он, пусть же он ответит за кровь братьев, ибо без вины пролил он праведную кровь Бориса и Греба, и мне может тоже сотворить. Не суди Бог по правде, но суди Бог по правде, чтобы прекратилось злоба грешного. И пошел на святополка. Тот же, услышав при походе Ярослава, собрал бесчисленное войско Руси и Печенегов и выступил к Любичу. Это было в лето шесть тысяч пятьсот двадцать четвертая, тысяча шестнадцатый год. Оба войска встретились у Днепра, встали одно против другого на обе стороны реки и никакой из них не имело смелости начать бой. Так они и стояли друг против друга около трех месяцев. И стал воевода святополка, идя ко берегу, укорять новгородцев. — Что вы пришли с хромым? Вы плотники, вот мы вас заставим строить нам хоромы. Услышав сие, новгородцы оскорбились и сказали Ярославу. — Завтра перевеземся через реку. Если же кто не пойдет с нами, сами убьем его. В ту пору были уже заморозки. Светополк стоял между двумя озерами. Высадившись на берег, он всю ночь пил вино с дружиною. На заре Ярослав с войском перевезлись через реку, насадились и оттолкнули лодки от берега. И вот пошли войска друг на друга и столкнулись. Сильная была сеча. Печенеги стояли за озером и не могли помочь святополку. Воины Ярослава притиснули святополковую рать к озеру. Столкнули их на лед, который под ногами проломился и стал одолевать Ярослава. Видя сие, святополк бежал к ляхам. Ярослав же сел на отцовском княжении в Киеве после того, как пробыл в Новгороде двадцать восемь лет. Через два года святополк пошел против Ярослава с королем Болеславом и ляхами. Ярослав собрал войско из Руси, варягов и славян и пошел к Волынию. Войска встретились у реки Буги и стали на противоположных берегах. Были у Ярослава певстун воевода Буды и начал он укорять Болеслава. — Вот мы копьем проткнем твое чрево. Болеслав же был огромный и тяжелый и едва мог сидеть на коне. И сказал Болеслав дружине своей, — Если вы не оскорбились им укором, я один погибну, — и бросился на коне в реку. За ним пошли и воины его. Ярослав же не успел приготовиться к битве и победил Болеслава. Болеслав вышел со святополком в Киев, а Ярослав бежал с четырьмя мужами в Новгород. Оттуда он уже хотел бежать за море, но посадник Константин, сын Добрыни, с новгородцами рассекли лодки Ярослава, говоря, — Мы еще можем биться с Болеславом и святополком. И начали они собирать деньги с каждого мужа по четыре куны, со старость по девять гривен, а с бояр по восемьдесят гривен. Затем призвали варягов и заплатили им собранные деньги. Так собрал Ярослав большое войско. Безумный же святополк сказал, — Избивайте по городам ляхов. Так и сделали. Тогда Болеслав бежал из Киева, захватив с собой имущество и бояр. Ярослав же устремился на святополка и победил его. Святополк бежал к печенегам. В лето 6527 года он возвратился со множеством печенегов. Ярослав собрал войско и выступил против него на Альту. Став на месте, где был убит святой Борис, он воздел руки к небу и сказал, — Вот кровь брата моего, вопиет к тебе, владыка, как кровь Авеля. Отомсти за него святополку так, как брата убийце Каину, на которого ты возложил стинание и трясение. Молю тебя, Господи, пусть святополк получит тоже. Затем, помолившись, Ярослав сказал, — О, братья мои, если вы и умерли телом, то живы благодатью и предстоите Господу, помогите мне молитвою. Сказав сие, он пошел на святополка, и поле у реки Альты покрылось множеством воинов. И сошлись войска на восходе солнца, и была злая сеча. Заступились трижды, бились целый день, и только к вечеру одолел Ярослав. Сей же окаянный святополк бежал, и напал на него бес, и расслабли кости его так, что он не мог сидеть на коне, и его несли на носилках. Так донесли его до березья. Он же говорил, — Бегите, вот гонятся за нами. Посылали против погони, но никого не находили. Лежа в немощи, святополк все вскакивал и говорил, — Бежим! Опять гонятся! Ох, мне! Так не мог он побыть на одном месте. И побежал он через лягскую землю, гонимую гневом Божиим, и достиг пустыни между землей Ляхов и Чехов. Тут он лишился жизни и принял возмездие от Господа, так как свидетельствовала посланная на него болезнь о вечной муке по смерти. Так был он лишен той и другой жизни. Здесь он лишился не только княжения, но и жития, а там не только царства небесного и пребывания с ангелами, но и был предан муке и огню. Могила его осталась. От меня исходит злой смрад на показания людям, что если услышавший о сем сотворит подобное, то приемет и горше сего. Ибо Каин, не зная о возмездии, принял одно наказание, а ламех, как уже знавший о Каине, в семьдесят раз сильнее был отомщен. Такое возмездие получает творящее зло. Как Юлиан, царь, проливший много крови святых мучеников, подвергся гордой и бесчеловечной смерти, пронженный копьем в сердце, неведомо кем, так и этот погиб в бегстве, не зная, от кого пришла ему злострастная смерть. С того времени затихла в русской земле Крамола, а Ярослав получил господство на Руси. И стал он вопрошать о телесах святых, как и где они положены. И поведали ему, что святый Борис погребен в Ижгороде. О святом же Греле не все знали, что он был убит в Смоленске. И тогда сказали Ярославу близкие, что они слышали от приходившего оттуда, будто там они видели сияние и свечи в пустынном месте. Услыхався, я Ярослав послал на поиски в Смоленск про свитеров и сказал им «Это мой брат». Те пошли и отыскали его тело там, где совершилось видение. С почтением, со свечами многими и кадилами перенесли они его в лодки и отвезли в Ижгород, где лежало тело приблаженного Бориса. Там они вырыли могилу и положили тело, изумленные его прекрасным и цветущим видом. Дивно и чудно, и памяти достойно, что тело святого столько лет оставалось невредимым, нетронутое плотоядными зверями и не только не почернело, как это бывает с трупами, но было светло, прекрасно, цело и благоводно. Так Бог сохранил останки своего страдальца. Многие не видели, что тут лежали телеса святых трастотерпцев, но, как сказал святой евангелист, не может град укрыться вверху горы стоя. Ниже вжигают светильники и поставляют его под спудом, но на посвечнице и светит всем. Так осих святых Господь поставил светить миру и сиять при многими чудесами в русской стране, где много страждущих получили спасение, слепые стали видеть, хромые получили быстроту стерны, сольбенные выпрямились. Но разве можно не поведать и рассказать о сотворившихся там чудесах. Поистине даже мир не может вместить содеянных предзимных чудес, а не многочисленнее песка морского. Святые говорили их не только здесь, но и по всем странам и землям, истеряя болезни и все недуги, посещая заключенных в семницах и узах, на местах, где они прияли мученические венцы, были созданы церкви во имя их, и творили они здесь много чудес. Нет умения и сил прославить вас, святые братья, если назвать вас ангелами, которые тотчас приходят на помощь скорбящим, то вы по плоти жили среди людей. Если назвать вас людьми, то вы превышаете человеческий ум множеством чудес. Назвать ли вас цесарями и князьями, то вы княжеви смирение большее, чем у простых и смиренных людей, и через него вселились вышние жилища. Поистину вы цари над царями и князья над князьями, ибо при вашей помощи и защите наши князья противникам своих державна побеждают и прославляются вашей помощью. Вы им и нам оружие, вы земли русской забрали утверждение, вы обоюдоострые мечи, которые мы не слагаем дерзать врагов, и попираем в землю гордость дьявола. Поистине и без сомнения следует сказать, вы небесные люди и земные ангелы, столпы и утверждение земли нашей. Помогите же своему Отечеству, как великий Димитрий, который сказал, если бы я был с ними при веселье, то умру с ними, когда они погибают. Но тот, великий Димитрий, изрек сие об одном городе, а вы имеете попечение и возносите молитву не об одном городе, не о двух, а о всех, о всей земле русской, блаженное и вместилище, приявшие наши телеса честные, как многоценное сокровище, блаженная церковь, в которой стоят наши святые раки, где положены ваши блаженные телеса. О, Христовы угодники, блажен поистине и высок город, имеющие у себя такое сокровище, которому не равен весь мир. Поистине он назван выше городом, будучи превыше других городов. Вторым солунем явился он на русской земле, имея в себе врачевство безместное. И не только нашему времени дано было Богом спасение, но и всей земле, от всех стран туда приходят и безместно получают исцеление. Как во святом Евангелии Господь сказал святым апостолам, ту не приясти, ту не дадите. О всем и сам Господь сказал, веруя в мя, дела я же астворю, и той сотворите, и больше сих сотворите. Но, о блаженные страстотерцы Христовы, не забывайте отечество, где пожили вы телесно, не оставляйте его посещением, и в молитвах всегда молитесь о нас, чтобы не постигло нас зло, и чтобы не коснулись болезни и беды наших рабов телес. Ибо вам дана благодать молиться за нас, вас сделал Господь ходатаями молящимися за нас. К вам прибегаем, умоляем вас, припадая к вам со слезами. Вам молимся, чтобы не наступила на нас нога гордыни, чтобы рука грешника не погубила нас, и чтобы не постигла нас всякая пагуба. Отгоните от нас голод и несчастье, избавьте нас от меча и усобной брани. Не дайте пасть во грехе, уповая на вас. Молитву нашу приносите усердно ко Христу Богу, ибо мы согрешили и сотворили безмерное беззаконие. Но, надеясь на вашу молитву, возопием ко Спасу. Владыка, един ты без греха, презрест твоего святого небеси на нас убогих. Мы согрешили, очисти нас, сотворили беззаконие, пощади, споткнулись во времени. Очисти нас, как булудницу и как мытаря прости. Пусть придет милость твоя, пусть прольется на нас человеколюбие твое. Не оставь нас в грехах наших, не продай нас горькой смерти, но искупи нас от зла века сего. Дай время для покаяния, ибо велико ваше беззаконие пред тобою, Господи наше. Поступи с нами милосердно, Господи, ибо мы тебя именуем. Помилуй нас, ущедры, заступи молитвами причестных твоих страстотерпцев. Не предай нас в поношение, но излей милость твою на овец пажите твоей, ибо ты, Бог наш, тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу. Сей благоверный Борис был потомок благого рода. Послушлив отцу, всем покорен, телом был прекрасен, высок, широк в плечах, тонок в поясе, лицо у него было круглое, веселое, глаза добрые, борода и усы небольшие, ибо был он еще юн. По-царски сиял он, был украшен, как цвет цветущий юности своей. На рате был он храбр, в совете мудр и разумен, благодать Божия цвела на нем. Невозможен муж глохолоти, и не насытится око зрятий, не исполнится ухо слышания, — сказал экклесиаст. Так и чудес святых мучеников ни ум наш не может постигнуть, ни язык выразить, ни слова изъяснить, какое возмездие получили они от Господа за труд свой, как чада и причастники Царства Божия. Как сказал Иоанн Богослов, и лицей же прияша его, дадей им область чадом Божиим бытий, и давит святым им же суть на земле его, и удиви, Господь, вся хотенье своя на них, и ища, делен Бог во святых своих, творяй чудеса един. Преподобный же Иоанн Дамаскин писал, что такие мужи и по смерти живы и Богу предстоят. Источник нашего спасения Владыка Христос помощь им подаст, ибо от мученических телес мира благоуханное исходит. И ища, кто в Бога верует и в надежду воскресения, тот не назовет их мертвыми, ибо как мертвая плоть может творить чудеса, как ими бесы отгоняются, проходят болезни, исцеляются немощи, слепые получают зрение, прокаженные очищаются, скорби и несчастья прекращаются, и всякое доброе деяние от Отца Света через них исходит. И их с верою и без сомнения молят. Как ты должен утруждаться, чтобы найти заступника перед смертным царем, держащего за тебя ответ? И вот сия заступники всего рода, которые за нас Богу молитвы творят. Как нам не чтить их, приводящих всех к церкви и к Богу, почитая память их, с весельем творим праздник святых, который Господь прославил, премногую благодатью и чудесами сих чудотворцев, заступников всех стран нашей русской земли. Многие не знали, что в Выжгороде почитают святые мученики и страстотерпцы Христовы Роман и Давид. Но Господь не допустил, чтобы такое сокровище таилось земле и обнаружил его для всех. На месте, где они лежали, иногда видели огненный столб, иногда же слышалось ангельское пение. Слыша сие и видя, люди славили Бога и приходили поклоняться со страхом на месте том. Много приходило и от иных стран. Одни верили слухам, другие не верили, считая сие за ложь, как апостол сказал о кресте, погибающим и уродство есть, а спасающим нам сила Божья есть. Господь же во Святом Евангелии сказал, подынь на камени всем сокрушится, а верующий в него не постыдится. Однажды пришли к тому месту, где лежали святые, погребенные под землею варяги, и один из них вступил на него. Тот же огонь вышел из гроба и опалил ноги варяги. Тот вскочил, стал рассказывать и показал дружине свои обнаженные ноги. С тех пор не осмеливались подходить близко, но со страхом поклонялись. Немного спустя загорелась церковь Святого Василия, в которой были положены святые. Пономар той церкви по окончании заутренней был омрачен от всего лукавого сатаны сном и, не осмотрев церковь как следует, ушел к себе домой, а в церкви забыл потушить свечу, горевшую на высоком месте. Спустя некоторое время загорелась церковь. Люди устремились к ней. Горела церковь отверха, все оттуда вынесли иконы и сосуды, так что ничего не сгорело, кроме самого здания. Все это произошло по Божьему попущению. Церковь была деревянная и обещала. Господь явил всем свою волю, чтоб иная церковь была построена на том месте во имя святых блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба, и чтобы те леса их были с любовью вынуты из недров безземных, что и случилось. О всем этом поведали Ярославу. Князь призвал митрополита Иоанна, сказал ему о своих братьях, святых мучениках, и тот был как бы в ужасе, сомнении, радости и дезновении к Богу. Выйдя от князя, митрополит собрал крирошан и всех священников и велел идти крестным ходом выше городу. И пошли к месту, где лежали святые. С ними и Ярослав, князь. На том месте, где стояла оскоревшая церковь, поставили небольшую храмину. Архиепископ же, придя с крестами, сотворил в ней всеночное пение. Рано утром архиепископ пошел со крестом к месту, где лежали причестные телеса святых, сотворил молитву и велел разрыть землю, находившуюся под гробом святых. И откопав, вынули гроб из земли. И приступил митрополит Иоанн и пресвитеры, со страхом и любовью открыл гроб святых, и увидели чудо преславное. Телеса святых не имели никакого повреждения, но были совершенно целы и были как снег. Лица их были светлые, как у ангелов. Благоухание исходило от них. Сильно дивились архиепископы и все люди, и отнесли они, которое было поставлено на месте сгоревшей церкви, и положили их над землею на правой стороне. Был в Ишгороде муж именем Мироных, огородник. Он имел сына, у которого нога высохла и согнулась. И не мог он ходить, и не ощущал ее. Ходил же он, сделав себе деревянную ногу. И пришел он к святым, пришел к их гробу и молился Богу и святым, прося от святых исцеления. Так день и ночь, молился он со слезами. Однажды ночью явились ему святые старсотерпцы Христовы Роман и Давид и сказали, что ты вопиешь к нам. Тот показал ногу, нуждающуюся в исцелении. Они взяли ногу сухую и трижды ее перекрестили. Пробудившись от сна, он увидел себя здоровым и вскочил в славя Бога и святых. Затем они. Он поведал всем, как святые его исцелили, и сказал, что видел и Георгий, отрока святого Бориса, который шел вперед святыми, неся свечу. Видя такое чудо, люди прославили Бога. Некий слепец пришел и пал у гроба святых и целовал его с любовью, прикладывая к нему очи и прося исцеления, и тотчас прозрел, и все прославили Бога. Тогда миронех рассказал князю об обоих чудесах. Князь Ярослав прославил Бога и святых мучеников и призвал митрополита Иоанна с весельем, поведал ему слышанное. Архиепископ также воздал хвалу Богу и дал князю богоугодный совет построить прекрасную церковь. И угоден был князю совет его, и велел он плотникам приготовить деревья на строение церкви. Была уже зима. Плотники приготовили дерева и при наступлении лета построили церковь великую, имеющую пять глаг. Князь же украсил ее всякою живописью и иконы святых велел написать, чтобы верные видели в церкви, как бы в самих святых и поклонялись им и ловызали их с верою и любовью. И в крестном ходу Иоанн митрополит, князь Ярослав, все священники и весь народ перенесли в церковь мощи святых и осветили ее, и уставили празднование месяца июля, двадцать четвертый день по старому стилю, по новому, шестого августа, когда был убит приблаженный Борис. В этот же день совершалось и перенесение святых мощей и освящение церкви. Когда на святой литургии присутствовали князь и митрополит, случилось быть в храме человеку храмому. С большим трудом приполз он в храм, молясь Богу и святым, и тотчас стали крепкими ноги его, благодатью Божию, молитвами святых. И восстав, пошел он перед всеми. Видя сие чудо, благоверный князь Ярослав, митрополит и все люди воздали хвалу Богу и святым. После литургии князь позвал на трапезу всех, и митрополита, и пресвитеров, исправили они праздник, как подобало, и много имения раздал князь нищим, сиротам и вдовицам. И вот скончался Ярослав, прожив с честью по смерти отца своего тридцать восемь лет и оставил наследниками своих сыновей изослава, святослава и Всеволода, отца своего, разделив между ними наследие. Как следовало, изослава старшего посадил княжец в Киеве, святослава в Чернигове, Всеволода в Переославле, прочих же иных по властям. Изослав князь, унаследовавший великое княжение, положил тело отца своего в мраморной раке, которую поставил в притворе церкви Святой Софии, созданной отцом. Прошло два года, и церковь уже обветшала. Придя однажды в нее, изослав Ярославич увидел ее ветхость, призвал старшину плотников и велел ему построить новую, одноглавую церковь во имя святых страстотерпцев. Указал он и место для нее близ первой ветхой церкви. Князь упросил и митрополита Георгия, чтоб он помолился на месте том и дал денег, нужных на построение церкви. Старшина плотников собрал всех своих рабочих и скоро построил церковь во указанном месте. Услышав о сем, князь послал к старейшине города со словами «Даю от княжеской дани на украшение церкви». Когда церковь была закончена, совсем боголюбец Изяслав умолил архиепископа Георгия, чтобы тот учредил перенесение мощей святых в оную церковь. Съехались братья Изяслав и Всеволод и митрополит Георгий Киевский и другие, Неофит, Черниговский епископ, Петр Переославский, Никита Белоозерский, Михаил Юрьевский, Игумен Печерский и монастыря Феодосий, Сафроний от святого Михаила, Германа святого Спаса и прочие все игумены и сотворили светлое празднество, и взяли прежде князья на рамен от тела святого Бориса в раке деревянной и понесли в предшествие преподобных чернорисцев со свечами. За иноками шли дьяконы и пресвитеры, затем митрополит и епископы, и принесшие поставили раку в церкви, вскрыли ее, и исполнилась церковь главоухания чудного. Видевшие сие прославили Бога, митрополит даже объял ужас, ибо он не твердо веровал святым, пал он ниц и просил прощения. И целовав мощи, положили их в каменную раку, затем взяли каменную раку с телом святого Глеба, поставили на сани и, взявшись за веревки, повезли их. И когда были уже в дверях, остановилась рака и не двинулась вперед. Тогда повелели народу восклицать «Господи, помилуй!» и молились Господу и святым, и тотчас сдвинули раку. Затем целовали главу святого Бориса. Митрополит Георгий взял руку святого Глеба и благословил князей Язослава, Святослава и Всеволода. И снова Святослав, взяв руку митрополита, державшего святого за руку, приложил ее к язве, которая была у него на шее, и к очам, и к темени. Затем положил руку в гроб и стал ей петь святую литургию. Тогда Святослав сказал Берну, что то мне колет голову. Берн поднял клобук и увидев на голове ноготь святого Глеба. Снял его и отдал Святославу. Тот же прославил Бога о благом даре святых. После литургии все братья пошли и объявили и обедали вместе. Светло отпраздновали они праздник и много милостыни сотворили увогим. Затем облобызались и мирно разошлись каждый к себе. С тех пор установился сей праздник месяца мая на второй день в честь и славу святых мучеников, благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Некий человек был немыхлом, но нога у него была отнята по колено. Сделав деревянную ногу, он ходил на ней и пребывал в церкви святых сильными и убогими, принимая от христиан милостыню, платье или иное, что кто хотел дать. И был выше в городе старшина огородников, которого мирское имя было Ждань и во святом крещении Николай, и творил он праздник святому Николаю ежегодно. В один из дней на его праздник пошли убогие и тот хромец, надеясь что-нибудь получить. Выйдя из дома, тот сел перед храниною. Случилось же так, что ему не дали ни есть, ни пить, и сидел он голодный и жаждущий. Тогда внезапно впал он в иступление и виденье видал. Представилось ему, что он сидел у церкви святых, и увидел он Бориса и Греба, вышедших как бы из алтаря, и шедших к нему. И пал он ниц. Святые взяли его за руку, посадили его и стали говорить об исцелении его. Потом перекрестили уста его, взяли его вольную ногу, как бы помазали маслом и потянули ее за колено. Все сие недужный как бы во сне видел, ибо он упал ниц в том доме. Увидев его распостертым на земле, люди повертывали его туда и сюда. Он же лежал как мертвый, не имея сил двинуть ни устами, ни очами. Только душа его в нем была и сердце билось в нем. Все думали, что он его поразил бес. Взяли его, понесли и положили у церкви святых перед дверями. Много людей стояло вокруг. Смотрели и дивились преславному чуду. И скорее на страдальце появилась нога и стала расти, пока не справилась в другой. И это произошло не в долгий срок, а в один час. Видя сие, находившиеся тут прославили Бога и его угодников, мучеников Романа и Давида. И все воскликнули. Кто возглаголит силы, Господь неслышанный? Сотворит вся хвалы его. Девен Бог творяй чудеса един. В городе до Рогабужи некая женщина-раба трудилась в доме госпожи своей. По ее повелению в день святая Николая, когда все шли в церковь его, другие женщины, видя ее за работой, стали угорять и звали ее в церковь. Она же не послушала их и продолжала свое дело. Вдруг въехали во двор три мужа в белых рызах. Взглянув из дверей, она увидела их. Один из них был стар, по обеим же сторонам его двое юношей. И сказали ей юноши, — О, женщина, как ты посмела оскорбить отца нашего Николая, работая в его праздник? И не идя в церковь. Она же отвечала им, — Я убогая вдова, мне надо работать, а не ходить в церковь. Тогда старый муж сказал юношам, — Что вы с ней говорите? Размечите ее дом. Они приступили и разметали дом до половины. Старый муж, подойдя к женщине, взял ее за правую руку и выбросил ее из комнаты. И упала она замертво. Видя женщину распостертой, соседи взяли ее и отнесли в другой дом. Положили ее и сели около, желая послушать, что она скажет. Она же не могла двинуть ни глазами, ни устами, но лежала, как мертвая, и ничего сама не ела. Только раздвинув ей уста, вливали ей в рот ложкой молоко или воду. Так пребывала она до великого поста. Неделю мясопустную взяли женщину и отнесли в церковь святого Николая. После молитвы, совершенной над нею, она несколько открыла глаза и, как бы пробудившаяся от сна, попросила есть. Смогла принять пищу и рассказала случившееся. Правая же рука у нее оказалась высохшей, и она ее не ощущала. И вот она уже не имела сил служить господам. Видя ее такой немощной, госпожа прогнала ее от себя. И отрок, который родился у нее на свободе, стал рабом. Но судьи не позволили поступить таким образом, и повелели господам ее лишиться ей цены. И обоих освободила, так как она работала по неволе и получила наказание. Прошло три года. Сухорукая женщина услыхала, как человек со сведенными руками и ногами получил исцеление в церкви святых мучеников Романа и Давида. И вот пошла она выше город. Пришла в день субботний. И когда был канон успения святой Богородицы, и сказала старейшине, крылька в той церкви, Лазарю, он велел ее пробыть ночь у церкви. Утром, когда шли со крестом в церкви святой Богородицы, сухорукая рука женщина приступила к Лазарю и поведала ему такой свой сон. Когда я в эту ночь сидела у церкви, пришла ко мне двойка прекрасных юношей и сказали мне они, кто тебя посадил здесь? Я же сейчас отвечала. Священник Лазарь так велел мне, сказав, сядь здесь может быть Бог по молитве святых мучеников и исцелит тебя. Слышав сие, тот же старший из юношей, сняв перстень, отдал мне и сказал, надень его на руку и перекрестись, и он исцелит тебе руку. Услышав сие, Лазарь велел ей присутствовать на литургии у дверей церковных, чтобы ей по окончании пения и молитвы помазали руку маслом из кадила. Стали петь литургию. Когда отпели святы Божие, и певец сказал петь Богородицы Прокимин. Величит душа. Моя внезапно сухая рука женщины заболела. Повязка, поддерживающая руку, спала, и женщина устремилась к алтарю, трепещая и потрясая рукою. Видя это, все люди и клирики сочли ее бесноватой и повлекли ее к гробу святых. Глядя на нее и узнав ее, Лазарь пришел в ужас, и в то время рука ее исцелилась. Все видевшие это прославили Бога за такое чудо, делясь скорому Божию посещению и силе святых мучеников Христовых. Жил в городе некий слепец. Приходил он к церкви святого Георгия и молился святому, прося прозрения. Однажды ночью явился ему святым мученик Георгий и сказал, что ты взываешь ко мне. Если ты хочешь прозреть, я тебе поведаю, как всего достигнуть. Иди к святым Борису и хлебу. Они, если пожелают, даруют тебе зрение, о котором ты просишь. Ибо им дана благодать от Бога в стране русской прощать и исцелять всякие муки и недуги. Видя сие и слыша, слепец пробудился и отправился в путь, как ему велено было. Он в церковь святых мучеников и пробыл тут несколько дней, припадая и моля святых, пока они не достигли его. И прозрел он и стал видеть, славя Бога и святых мучеников, так как получил исцеление. И рассказал он всем, как видел, что пришли к нему святые мученики, перекрестили ему глаза трижды и тотчас они отверзлись. Все возблагодарили Бога за те преславные, придивные и несказанные чудеса, которые творились святыми мучениками. Ибо написано, в болю боящихся его же сотворите, и молитву их услышит, и ище вся елика воскаче сотвори. Умножились чудеса святых, и росла их благодать. И, как писано в Святом Евангелии, не всему миру мистите пишем их, они творились, не будучи написаемы. И кто знал о них? Рассказывал. Тогда Святослав, сын Ярослава, замыслил создать святым каменную церковь. Построил он ее до пятидесяти локтей в высоту и скончался. Всеволод, став князем в земле русской, сдавершил ее всю. Когда же она была окончена, тотчас же в ту ночь упал Дия вверх, и вся она разрушилась. Потом Всеволод умер. Пожив мирно и исправив державство, порученное ему Богом, княжение в Киеве принял святополк Иезославович, и Давид, и Олег. В Чернигове, Владимир же в Переославле. Все времена враги земли нашей стали крепче нас и причиняли нам много насилия за наши грехи. Церковь святая, и никто не мог позаботиться о строении ее и о записи чудес. Вот что поведали очевидцы происшедшего чуда. Святополк князь заключил в подземную темницу за некую вину двух мужей в тяжких оковах, не исследовав дела, но послушав оклеветавших их. Забыл он сказанное пророком Давидом, не прильпе мне сердце строптиво уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего до искреннего своего изгонях. Заключил мужей в темницу, князь забыл о них. Находясь в такой беде, они много молились святым страстосердцем и каждое воскресенье давали стражу денег, чтобы он купил проспору и принес им церковь святых Романа и Давида. Прошло много времени, а заключенные все томились в печали и скорби, молясь непрестанно и призывая святых страстосердцев. Все не презрели их, не спасли, но спасли, заступили за них и помогли. Однажды ночью, когда двери темницы были заперты и вынутая лестница лежала наружу во время, а она, стих узников и иных многих, внезапно один из заключенных мужей оказался спящим. Вне, над темницею, пробудился свободным от уз и увидел, что желанные оковы, которые были на нем и на его товарища, изломаны и лежали около него. А в ручи же, полагавшиеся на ноги, извиты, как веревка. Восстав, они прославили, ой, он прославил Бога и святых, его угодников. Вспомнить виденное он позвал сторожа, показал ему, что произошло и сказал. Отведи меня к церкви преславных мучеников, придя в церковь к утренней, и было это в четверг, поклонился он перед святыми ковчегами и сказал всем клирикам и людям, бывшим в церкви. Когда мы и многие другие спали в темнице, внезапно как бы поднялась ее крыша, и мы увидели, что вошли святые и сказали. Почему вы находитесь здесь? Мы отвечали, такова воля князя, нас окривитали. Святые же сказали нам, повелеваем вам, ты иди в церковь и поведай, что видел. Товарища же своего, мы оставляем в темнице, его мы сделали слепым на уверение других, когда не поверят. Сами же мы удалимся в греческую землю, возвратившись через три дня, посетите его и возвратим ему зрение. Тогда вступайте и скажите князю, зачем ты так поступаешь, не исследовав дела, томишь и мучаешь. Если ты всем не раскаешься и не перестанешь так творить, то знай, что никак не избегнут тебе ада. Сказавши это и иное, они исчезли из наших глаз. Я, видевшись ее, рассказал вам, братья, если же вы хотите лучше видеть и слышать, пойдем к темнице. Придя к ней, все увидели, что замки невредимы и заперты, и что лестница, на которой входят и выходят, лежит вне. И удивились они и прославили Господа и святых. Открыв темницу, увидели они, что узник, о коем сказано действительно, ослеп. Так что никак ни ресницы, ни век, ни ресниц его нельзя различить. Уз же на нем не было разрешенный, он рассказал то же самое. Тогда оба узника были отпущены и не отходили от церкви. День и ночь, особенно ослепленный, когда позор имевший от святых и как бы прося о долге, преподал он к гробам и молясь говорил. О, святые угодники Христовы, не презрите, не забудьте вашего обещания, даруйте мне по вашему обету, которым вы обязались. Так он творил три дня. Настало воскресенье. Пришел он в церковь и молился до утренней. Досадил его вопль поющим. Так что они прогневались и сказали. Следует удалить слепца сего, ибо нельзя петь. Он же оставался, боясь и припадая к святым, и восклицал. Помилуйте меня, ибо обещали мне это. Затем он внезапно обернулся и сказал. Пойте, Господи помилуйся, отрецайте славу Божию и святых. Вот я прозрел. И стали очи его здравы, как бы и не болели, и не были слепыми. Тогда все прославили Бога и святых страснотерпцев. Затем пошли и сказали святополку князю, что слышали и видели. И с тех пор он редко причинял насилие людям. В продолжении многих лет творил праздник святым, часто приходя летом выше город. Хотел он церковь построить на старом месте, над гробом святых, говоря, не посмею переносить с места на место. Но по Божьему строению и по воле святых мучеников не сбылся его замысел. В те времена, как сказано, Владимир, сын Всеволода, называемый Мономах, княжил в Переславской земле, большую любовь он имел к святым и много приношений творил им. И замыслил он оковать святые раки честных мучеников серебром и золотом. Придя ночью, он обмерил гробы и, расковав доски серебряные, позолотил их. Затем опять, придя ночью, оковал все чудодейные и достохвальные святые гробы и ночью же ушел. Пришедши утром узрели, сие с радостью, поклонились и хвалу воздали святым и Богу, возложившему на сердце благоверному князю такую мысль. Многими словами похвалили они кротость его и смирение, благородство и великий ум, любовь ко святым, ищание к Богу и ко святым церквам, которую проявлял благоверный князь Владимир, особенно к сим святым. Это он сотворил в рято 6610 года, это 1102 года. После же перенесения мощей он сотворил еще большее над святыми гробами. Выковав серебряные доски с изображением святых, он позолотил их, украсил серебром и золотом, хрустальными большими позолоченными свечниками, на которых горел длий свечи. И так он все прекрасно устроил, что невозможно рассказать их сей красоты. И говорили приходившие из Греции и из других земель. Много мы видели рак святых, но нигде не было такой красоты. Так хорошо устроил он все на память о своих добрых делах и на благословение от Господа, сказавшего, не скрывайте себе сокровищ на земли, но на небеси, и от святых которых он так почтил, и на похвалу, и благословение людей, видевших и слышавших. Когда Владимир оковал раки святых, князь Олег, сын Святослава, задумал построить каменную церковь, место разрушившееся в Вышгороде. Привел он храм создателей и велел им строить, дав им мобильно все, что для этого требовалось. Когда церковь была построена и расписана, он часто понуждал и молил святополка перенести святых мучеников в созданную церковь. Тот же из зависти к труду его не хотел перенести, ибо не сам создал ту церковь. Спустя немного времени святополк приставился на второе лето по украшению церкви, и был сильный мятеж, и крамола в народе, и ропот. Тогда соединились все люди, особенно большие и знаменитые мужи, и пришли ко Владимиру с просьбой, чтобы он прекратил крамолу. Тот пошел, утолил мятеж и ропот, и приял княжение в земле русской. В лето 6623 года, это 1115, когда Владимир княжил на Руси, умыслил он перенести всех святых страстотерпцев в созданную церковь, и возвестил об этом братьям своим, Давиду и Олегу. Те всегда молили и понуждали Владимира перенести мощи святых. Тогда Владимир со своими сыновьями, зятем Давид и Олег, со своими сыновьями пришли к высшему городу. Прибыл и митрополит Никифор, собрав войско епископов, ой, всех епископов, из Чернигова, Феоктиста, из Переславля, Лазаре, Мину, из Полоцка, Даниила, из Юрьева, и всех игуменов, Прохора Печерского, Савву от Святого Спаса, Сильвестра от Святого Михаила, Петра от обители Святой Богородицы Лохернской, Григория от Святого Андрея, Феофила от Святого Дмитрия, многих других игуменов, и весь святительский чернецкий чин, всех клириков и всех священников. И сошлось сюда от всех стран русской земли и от иных стран многое множество народа и князей, все бояры, старейшины, воеводы всей русской земли и всех подчиненных ей областей. Короче сказать, все люди тут были, всякая область, богатые, убогие, здоровые, больные, так, что наполнился весь город, и народ не находил места по стенам городским. И в первый день месяца мая осветили церковь, в субботу, второй неделе по Пасхе, утром Святое Воскресенье, во второй день того же месяца начали петь утренню в обоих церквах. И поставив сначала на украшение сани, которые для сей цели были устроены, раку святого Бориса, повезли ее. За санями пошел Владимир с благоголением и смирением, митрополиты, священники со свечами и кадилами. И влекли сани за толстые веревки, тесняясь и утруждаясь, вельможи и все бояре. Веревки были привязаны с двух сторон, за них и влекли честные раки, и не было возможно ни идти, ни тащить сани вследствие множества людей. Тогда Владимир велел бросить народу деньги, меха и ткани. Видя это, часть народа бросилась за ним, к ним другие же, оставя сие, устремились к святым ракам, чтобы удостоиться прикосновения к ним. И сколько не было людей, никто не мог удержать слез от радости и великого веселья. И так едва имели возможность влечь сани, так же и раку, святого Глеба повезли на других санях, в сопровождении князя Давида, епископов, клириков, бояр и бесчисленных людей, которые все восклицали «Господи помилуй!» и со слезами призывали Бога. И произошло великое чудо, мощи святого Бориса везли благополучно, только от людей была теснота. Когда же повезли святого Глеба, рака стала неподвижна. Потащили ее насильно, но веревки оборвались, хотя и были так толсты, что человек едва мог охватить их обеими руками. И оборвались они сразу. Люди восклицали «Господи помилуй!» Было же их множество во всем граде. Теснились они по выборам, по заборам и по стенам городским. И поднялся от всего народа крик «Господи помилуй!» И тотчас двинулась рака сама собою. Так привезли и положили с честью святы Страста Терцу Бориса и Глеба в новосозданной церкви на правой стороне месяца мая во второй день. Затем все разошлись по старому стилю, затем все разошлись по своим домам, славя Бога и святых страстотерпцев. В городе Владимире Залесском княжил внук Владимира Мономаха Всеволод Юрьевич. На него восстали два племянника Стислав и Арополк Ростиславовичи, которые пришли из Великого Новгорода, тайно призванные ростовцами на княжение. И пошли они войною на Всеволода, дядю своего, к городу Владимиру, желая изгнать князя из его отчины и получить себе большую область. После великой битвы Ростиславовичи были поражены Всеволодом, захвачены в плен и приведены во Владимир. Всеволод приставил к ним стражу, но позволил им ходить на свободе. Владимирцы, видя их пленных князей на свободе, они в темнице возроптали и, придя с оружием на двор князя своего Всеволода, восклицали. Зачем, княжь, держишь ты врагов наших не в узах, а на свободе? Или казни их смертью, или ослепи, или отдай их нам. Будучи милостим, Всеволод не хотел причинять зла пленным на войне князьям, но для народа велел посадить их в темницу, чтобы утешился мятеж народный. Спустя некоторое время опять Владимирцы стали взывать к великому князю Всеволоду. Выдай нам Ростиславовичей, хотим их ослепить. Великий князь опечалился, но не мог удержать народ от мятежа. Владимирцы разместили темницу и, схватившись в Стислава и Арополка, ослепили их и отпустили. Так несчастные Ростиславовичи, Стислава и Арополк, хотевшие большой славы и власти, были усмирены и ослеплены. И вот пошли они к Смоленску и пришли на Смедыню, в церковь святых мучеников Бориса и Глеба. Был же тогда день памяти убиения святого Глеба, 5 сентября по старому стилю. И молились князья Богу с великим усердием и призывали на помощь святых мучеников, как сродников своих, чтобы святые послали им облегчение, так как язвы на месте очей гноились у них, когда они молились. Сначала облегчилась боль, а затем неожиданно им было даровано прозрение. Ясно, видя, начали Ростиславовичи славить и благодарить Бога, Пресвятую Богородицу и святых князей Романа и Давида. И возвратились они с радостью в домы свои, рассказывали всюду о милости Господней, поданной им по молитве святых мучеников. В городе Турове жил в древние времена старец некий именем Мартин, бывший прежде поваром у епископов Туровского, Туровских, Симеона, Игнатия и Акима и Юргия. Епископ Юргия освободил Мартина ради старости его от службы. Прияв иноческий образ, Мартин стал жить в епископском монастыре у церкви святых мучеников Бориса Евлева, один в келье, и страдал он часто от болезни живота. Когда страдания приступили к нему, старец лежал, крича от боли, не имея сил встать и позаботиться о теле своем. Однажды, хворая тем недугом, лежал он в келье и изнемогал от жажды, но никто не посетил его, так как вокруг монастыря тогда разлилась вода. На третий день пошли к нему святые мученики Борис и Глеб, в том виде, как они были изображены на иконе, и сказали «Чем ты хвораешь, старче?» Тот рассказал им о своем недуге, и спросили они его, не надо ли тебе воды. «О господа мои», — отвечал старец, — «уже давно я ее жажду». Один из них взял хоромысло и принес воды, а другой зачерпнул ковшик, и напоили они старца. Тогда он спросил, — «Чьи вы дети?» Они ему отвечали, — «Мы братья Ярослава». Старец, думая, что они родственники князя Георгия Ярослава, сказал, — «Да пошлет вам Господь многие лета, господа мои, возьмите сами хлеба и ешьте, ибо я не могу послужить вам». Они отвечали, — «Пусть хлеб останется для тебя, а мы пойдем, ты же не хворай больше, но усни». И тотчас стали невидимы. Выздоровел старец, понял, что это посетили его святые Борис и Греб, и, встав, прославил Бога и угодников его. С тех пор никогда не хворал он тем недугом, но все время был здоров и рассказывал братья об исцелении, дарованному ему святыми мучениками. Благоверный князь Андрей Ярославич, прозванный Невским, во время княжения своего в Великом Новгороде, вел войну со шведами. Когда он с войском пришел на реку Неву, един из его воевод, богобоязненный муж именем Филипп, исполняя порученную ему ночную стражу, увидел при восходе солнца среди корабля стояли святые мученики Борис и Греб. В одеждах червленных. Гребцы же съездили, одетые как бы мглою. И сказал святой Борис святому Гребу, брат Греб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему князю Александру против неистовых врагов. Сие видение воеводы поведал князю своему. И в тот день князь Александру помощи святых мучеников Бориса Греба победил и вопрал силу шведов. Вождя их, Биргера, сим уязвил ничем в лицо. И с торжеством возвратился в Великий Новгород. Подобным же образом, когда великий князь московский Дмитрий Иоаннович вел войну с царем татарским Мамаем, ночной страж Фома Хатибеев видел открытое ему Богом такое видение. На высоте показалось большое облако. И вот с востока шли как бы великие пауки. С юга же явились двое светлых юношей, державшие в руках свечи и острые обнаженные мечи. Сие юноши были святые мученики Борис и Греб. И сказали они боеводам татарским, кто вам велел истреблять отечество наше, от Господа нам дарованное. И стали они сечь врагов, так что никто из них не уцелел. На утро страж тот поведал свое видение великому князю. Князь же, возведя очи свои на небо и воздев руки, стал молиться со слезами, говоря, Господи, человеколюбче, по молитве святых мучеников Бориса и Греба, помоги мне, как Моисею на Амарика, как Давиду на Голиафа, как Ярославу на Святополка, как прадеду коему Александру на Шведского короля, так и мне, на Мамая, подай помощь. И в тот день великий князь московский Дмитрий по молитве святых страстотерпцев Бориса и Греба победил Мамая царя татарского. Сие и множайшие чудеса сотворил Господь через святых страстотерпцев, которым поклоняются люди, прося прощения грехов о Христе Иисусе, Господе нашим. Ему же слава, слава отцем и святым духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Святые мученики Борис и Греб, молите Бога о нас.